Привет! Меня зовут Гульнас! Добро пожаловать снова на мой канал! И в сегодняшнем выпуске мы сошьем мягкое бисквитное одеяло бон-бон. Бисквитное одеяло бон-бон достаточно популярно сегодня. Это одна из техник петчворка, лоскутного шитья, когда вы сшиваете между собой несколько отрезков ткани. Вы можете комбинировать несколько цветов или в одном цветовом решении. Изделие бон-бон в любых вариациях будет выглядеть прекрасно. Вы можете сшить не только одеяло или матрас. Это может быть подушка для стульев или декоративная подушка для интерьера. Вариации не ограничены. Все в пределах вашей фантазии. Мы будем сшить маленькое одеяло. Оно может служить и матрасиком. Нам необходимо сшить его под определенные размеры. Это одеяло для размера кровати 120 на 60 сантиметров. Это часто встречаемый размер. Если ваши размеры отличаются, то ничего страшного. Мы сегодня разберем систему, как можно рассчитать под любые размеры и желания. Итак, количество ткани, которое нам понадобится для одеяла кровати 120 на 60 сантиметров. Нам понадобится основная ткань. Это простая бязь, либо ситец. Одним словом, хлопок. Она будет являться оборотной стороной одеяла. Сверху у нас будут маленькие подушки. А для того, чтобы скрыть все швы изнутри, мы накроем дополнительным полотном из основной ткани. Ее можно выбрать в любом цвете. Она может также быть с определенным принтом. Но для лаконичности я решила выбрать хлопок белого цвета. Также эта ткань нам понадобится для того, чтобы обработать нижнюю сторону каждой подушки. То есть верхняя сторона, лицевая сторона подушки будет из ткани с принтом. А нижняя ее сторона будет из второй основной ткани. Поэтому для одеяла такого размера белой основной ткани нам понадобится примерно в два раза больше, чем размеры одеяла. Итак, если ширина одеяла в готовом виде 60, то нам необходимо будет взять примерно 130-140 сантиметров с запасом. При стандартной ширине ткани 140-150 сантиметров. Если ширина вашей ткани больше, чем 150 сантиметров, то и расходы, соответственно, в длине ткани сокращаются. Ну и самой верхней ткани с принтом нам понадобится примерно столько же. 130-140 сантиметров. То есть и основная, и дополнительная ткань примерно в одинаковом количестве. Я буду шить из четырех отрезов ситца. У них одинаковое качество и одинаковое цветовое решение. Различаются только принт. Крупные звездочки, мелкие, горошек и полоска. Для того, чтобы подушки были пушистыми и мягкими, нам понадобится наполнитель. Подойдет практически любой. У меня это синтибон. Отлично подойдет также холофайбер. Он очень мягкий и с ним легко работать. Также нам понадобятся портновские ножницы для того, чтобы раскроить ткани мел. Очень много портновских булавок. Они нам помогут и сэкономят наше время. Вместо того, чтобы сметывать все вручную. Мерная лента. Ну и, конечно же, нитка. Нам будет достаточно одной полиэстровой, либо армированной нити в цвет. В данном случае в одном из двух цветов. Итак, наше одеяло в готовом виде должно иметь ширину 60 см, а длину 120 см. Вам необходимо решить, какой ширины каждый из квадратов вы хотите иметь. То есть каждую подушечку. К примеру, мне достаточно 10 см. То есть каждый квадратик будет 10 на 10 см. После того, как определили размер одного квадратика, необходимо рассчитать, сколько таких квадратов вмещается в размер вашего одеяла. Если у вас такие же значения, то, к примеру, ширину одеяла мы делим на 10, то есть длину стороны квадрата. И получаем 6 квадратиков. Обозначаем 6 квадратов по ширине одеяла. То же самое делаем и с длиной. Если длина 120 см, делим ее на 10, то есть на длину стороны квадрата. И получаем 12 квадратов. Очевидно, за исключением нолика. Теперь вы можете легко посчитать, сколько квадратов вам необходимо вскроить. Независимо от того, четырехцветный принт у вас будет по верхней лицевой стороне одеяла или одноцветный. Нам необходимо рассчитать количество таких квадратов. Итак, это сделать очень легко. Мы просто умножаем 6 квадратов на 12, то есть ширину на длину. И получаем 72 квадрата. Один квадрат в готовом виде должен быть 10 сантиметровым со всех сторон. Но для того, чтобы создать вот этот объемный эффект, нам необходимо верхний квадрат из лицевой ткани сделать чуть больше. В этой модели одеяла было 15 сантиметров уже с припусками на швы. То есть нам необходимо заложить по сантиметру на швы со всех сторон. Как я уже сказала, мы будем основную лицевую сторону каждой подушечки пришивать к дополнительному квадрату, к донышку. И только после этого мы поверх накроем основной сплошной деталью. Таким образом нам необходимо скроить донышко каждой подушечки, каждого квадрата. Она должна быть больше, чем размер квадрата, который мы рассчитали. Все потому, что нам также необходимы припуски на швы. По сантиметру будет достаточно. Таким образом нам понадобится квадрат уже из основной ткани размером 11 сантиметров на 11 сантиметров. Также мы заложили по сантиметру на швы со всех сторон. Донышко, которое мы краим из основной ткани, брать больше 11 сантиметров не стоит. Поскольку нам достаточно 1 сантиметра на припуске. И в готовом виде у нас обязательно должно получиться 10. Для того, чтобы все квадраты вместились в полотно. А вот величину лицевой ткани, той, которая будет сверху подушки, можно увеличивать, если вы хотите иметь больший объем. А можно наоборот сокращать, если хотите иметь меньший объем. Итак, у нас всего 72 квадрата. Нам необходимо скроить 72 квадрата из основной простой белой ткани размером 11 сантиметров на 11 сантиметров. И также нам необходимо скроить 72 квадрата размером 15 на 15 из лицевой ткани. То есть с принтом. Если вы решили использовать также несколько цветов, к примеру, 4 цвета, то вам необходимо скроить одинаковое количество квадратов из всех 4 принтов. Для того, чтобы рассчитать количество, которое вам необходимо скроить из каждого вида ткани, вам необходимо просто общее количество квадратов разделить на количество отрезков, которые у вас есть. На количество видов ткани. У меня их 4. И если разделить 72 квадрата на 4, то мы получаем 18 квадратов каждого принта. Таким образом, 18 квадратов больших звездочек, 18 квадратов маленьких звездочек, 18 горошков и 18 полосок. Теперь, зная размеры своих квадратов, вам будет легче рассчитать количество необходимой ткани. Поэтому советую сначала сделать замеры и расчеты, а потом уже покупать ткань. Хорошо, мы все рассчитали. И теперь, если у нас 4 вида ткани для лицевой стороны одеяла, то нам необходимо рассчитать, как их правильно распределить. Разумеется, мы можем распределить их абсолютно хаотично и не задумываться о последовательности. Но можем сделать это систематично. Итак, к примеру, начнем с большой звездочки. Поставим ее в самый первый. Следом за ней, к примеру, пойдет полоска. Далее маленькая звездочка. Ну и в заключении горошек. Теперь нам необходимо просто их прочередовать. Снова большая звездочка, полоска, маленькая звездочка, горошек. И так до самого конца. Таким образом, у нас весь раппорт повторился. И каждый вид ткани был задействован здесь три раза. Три звездочки, три полоски, три маленькие звездочки и три горошка. Теперь нам необходимо заполнить последующие ряды. Вы можете сделать их абсолютно повторяющимися. Но можем, к примеру, сместить на один символ вниз. Таким образом, большая звездочка начнется уже со второго ряда. И дальше снова пойдет полоска, маленькая звездочка и горошек. Они все сместились на одну ступень ниже. И продолжаем. Большая звездочка, полоска, маленькая звездочка и горошек. И здесь у нас заканчивается столбик на маленькой звездочке. Для горошка места не осталось, а он просто отправляется наверх. И у нас все остается как прежде. Посмотрите, после горошка всегда шла большая звездочка. Здесь то же самое. Если вы продолжите следующий ряд так же, опустив все значки на одну ступень ниже, то у вас получится, что в результате все значения идут диагональю. Поэтому вы можете сразу расставить их по диагонали. И контролируйте, чтобы они повторялись. Чтобы их последовательность сохранялась. Например, после красной звезды всегда идет синяя полоска. И мы можем увидеть диагональ красной звезды и диагональ синей полоски сразу же после нее. Ну и дальше можем, не задумываясь, заполнить оставшиеся квадраты. И для того, чтобы заполнить верхний участок, который у нас остался пустым, мы просто смотрим на последовательность. К примеру, здесь после зеленых горошков шла маленькая черная звездочка. И мы ее расставляем по диагонали. После черной звезды всегда шла синяя полоска. И мы расставляем синюю полоску по диагонали. Далее шла снова красная звезда. И завершаем зеленым горошком. Ну а теперь проверим. У нас должно получиться 18 квадратов каждого вида во всем одеяле. Посчитаем красные звездочки. Их должно быть по 3 в каждом ряду. В этом ряду 3, здесь также 3, 3, 3, 3 и 3. Все правильно. По 3 звезды на 6 рядов. 3 на 6, 18. И также по аналогии вы можете проверить все значки. Либо просто посчитать их. Если все сошлось, значит вы расставили все правильно. И можем приступать к раскрою. Нам необходимо скроить 18 квадратов крупной звезды, 18 квадратов мелкой, 18 горошков и 18 полосок. И все эти квадратики должны быть размером 15 на 15. Ну или тот размер, который вы определили. Далее нам необходимо скроить 72 квадрата размером 11 на 11. И в заключение нам необходимо скроить полотно из дополнительной белой ткани размером с наше одеяло. Только добавим припуски на швы по сантиметру с каждой стороны. Итого 2 сантиметра. И мы получаем не 60 сантиметров, а 62 сантиметра. В ширине должен быть этот прямоугольник. И 120 сантиметров в длине прямоугольник. Добавляем по сантиметру на швы с обеих сторон. Итого 2 сантиметра. 122 сантиметра в длине. Вот такой прямоугольник нам необходимо еще скроить. Ну а после перейдем к сборке одеяла. Здесь нет никаких стандартов относительно размеров. Вы можете выбирать свои. Квадраты могут быть и 20 сантиметровой ширины. И совсем маленькие 5 сантиметровые крохотные. Подушечки любого размера будут выглядеть очень красиво и уютно. Итак, скроили 72 белых маленьких квадратика размером 11 на 11 сантиметров. И 72 больших квадратика размером 15 на 15 сантиметров. Мы скроили из 4 видов. И поэтому у нас получилось по 18 квадратов каждого вида. Итак, начнем собирать. Сначала мы полностью заготовим каждую из подушечек. А затем присоединим их вместе. Итак, возьмем маленький квадрат 11 на 11. И приложим к нему лицом наверх большой квадрат. Совместим уголки и закрепим. Далее подтянем второй уголок. Справа. Совместим со всех сторон и закрепим. И теперь излишний объем, который у нас есть, мы можем просто с двух сторон вот так аккуратно и равномерно подвести к центру, к середине квадрата, к середине стороны. И вот таким образом сформировать складку. И закрепить ее. То же самое необходимо будет повторить со всех сторон. Можно сделать складку, к примеру, в обратную сторону. Сделать это также примерно посередине. Но сложить ее в обратную сторону. И с лица мы увидим встречную складку. Можно сделать еще проще. Снова закрепляем уголок. Также подтягиваем срезы. И в любую из сторон закладываем складку. Вправо, либо влево. Сейчас внешний вид складки значительно отличается. Но когда вы сошьете полностью одеяло, особого отличия в этом не будет. Как видите, меньше всего времени занимает третий вариант. Вы просто направили излишки в одну сторону и закрепили. Самое большее время занимает вторая складка. Когда вы делаете встречную с лицевой стороны складку. Как оформлять срезы, решать вам. Но внешний вид сильно от этого не меняется. Все три среза нужно будет закреплять одинаковым способом. То есть, если вы выбрали первый способ, то руководствуйтесь им на протяжении всего одеяла. Итак, закрепили три стороны одинаковым обязательно способом. И дайте строчку со всех трех сторон. Одну сторону мы оставляем. Прострочили по трем сторонам. И я решила сделать вот такую складку вовнутрь. То же самое я сделала по остальным сторонам. И один срез у нас остался открытым. Теперь нам необходимо будет вложить в него синтепон. Можно сложить синтепон, к примеру, два раза. Можно немного растянуть его в разные стороны. Можно даже порвать на маленькие кусочки. Так он будет более объемным и мягким. Сформируем комочек. И вложим вовнутрь. И вот подушечка получилась уже достаточно объемной. Не стоит набивать излишне сильно. Если вы будете использовать это полотно в качестве одеяла, то одеяло будет некомфортным и слишком тяжелым и жестким. Ну а если как матрасик, то же будет не очень удобно, если матрас будет состоять из нескольких плотных и жестких шариков. Поэтому сбивать его не слишком сильно, для того, чтобы он был объемным, но при этом очень мягким. Итак, вложили необходимое количество синтепона. И теперь также сформируем посередине складку. Такую, какую вы делали по первым трем сторонам. И закрепим булавкой. Далее нам необходимо будет дать строчку также на 1 сантиметр и закрыть срезы. Делать эту строчку будет несложно. Ее легко можно прострочить на простой бытовой машинке с обычной стандартной лапкой, двусторонней. Можете вставить и односторонне. На самом деле и двусторонне все будет в порядке. Для того, чтобы объем подушки не мешал, вы просто можете ее немного прижать. И срез, который вам необходимо застрочить, будет плоским. И еще, вы, наверное, уже привыкли и знаете, какой средний обычный темп у вашей швейной машинки. Поэтому, если вам кажется, что темп машинки немного снизился и ей сложно строчить в силу определенной толщины или объема, то вы можете немного подправлять и помогать машинке. Но ни в коем случае не тяните быстрее, чем она шьет обычно. Только слегка, при условии, если это необходимо. Возможно, ваша машинка и так справится. Таким образом, наша подушечка готова. Нам необходимо по аналогии подготовить и все остальные. В моем случае это 71 подушка. Подготовили все подушки, они отдельные. И теперь начнем собирать. Будем руководствоваться той схемой, которую мы нарисовали в самом начале. Итак, начнем с первого ряда, с левого конца. Ряд начинается с больших звезд. Берем подушечку с большими звездами. И следующая после нее идет подушка в горошек. Прикладываем две подушки лицом к лицу. И соединяем их срезы. Концы. И серединку. Далее вы можете дать строчку на 1 см. А можно сразу же прикрепить подушки со всего ряда. И затем разом прострочить. Итак, после горошка у нас идет подушка с маленькими звездочками. Также прикладываем ее лицом к лицу. И совмещаем. Далее полоска. Я ее буду всегда прикладывать в горизонтальном положении. Крупные звезды. И в заключении горошек. Хорошо, весь наш ряд готов. И теперь нам необходимо будет дать строчку на 1 см по всем срезам. Для того, чтобы закрепить подушечки друг с дружкой. Когда будете строчить? Также немного прижмите ладонью тот участок, который вам необходимо будет прострочить. И если это необходимо, немного помогайте машинке вести деталь. Делаем закрепку, строчим на 1 см, делаем закрепку. И так с каждым отрезком. Не бойтесь того, что ваши подушки могут примяться. Их объем уменьшится. Все будет в порядке. От прижимания в несколько секунд ничего не испортится. Ну и в целом, объем синтепона легко можно восстановить. Таким образом мы подготовим один ряд. Аналогично вам необходимо будет подготовить все ряды. А после этого мы уже присоединим их друг к другу. Вы можете, к примеру, двигаться не рядами, а столбиками. Но в таком случае вам впоследствии придется стачивать большой длинный срез. Когда вы будете соединять столбик со столбиком. А вот ряды, которые меньше, соединять будет немного проще. Поскольку срез будет короче. Итак, наш ряд готов. Теперь, что касается срезов. Вы их, конечно же, можете разутюжить. Но если вы шьете огромное одеяло больших размеров, то разутюживание срезов займет очень много времени. Если вы разутюжите срезы, будет отлично и аккуратно. Можно сделать немного проще. Но внешний вид по лицевой стороне от этого все равно не поменяется. После того, как вы заготовите все ряды, разложите их по порядку. И затем можно будет соединять. Для того, чтобы рисунок сохранился и та схема, которую мы создавали в начале, была соблюдена. Как соединить ряды друг с другом? Мы также прикладываем их лицом к лицу подушечками. И соединяем швы. Итак, если мы швы не разутюживали, то можно по одному ряду срезы направить в одну сторону, а по второму ряду в другую. Соединить обязательно швами ряды и прикрепить. Прикрепим также посередине квадратов. Так будет удобнее. Переходим к следующим двум квадратам. Также совмещаем их швы и направляем срезы в разные стороны. Прикрепляем. И двигаемся аналогично дальше. Таким образом вам необходимо будет присоединить все ряды друг к другу. Ну а после просто дать строчку на 1 см. Также отогнуть, прижать рукой и прострочить, помогая рукой. Наше одеяло, матрасик практически готов. Так он выглядит с лицевой стороны. И пока так с изнаночной. Ну а теперь для того, чтобы закрыть изнаночные срезы, нам необходимо будет то самое полотно из простой белой бязи, которую мы кроили в самом начале. И далее мы просто накладываем ее сверху, прямо поверх подушечек. И скрепляем уголки с обеих сторон. И промежутки. Прикрепляем срезы друг к другу. То же самое необходимо повторить будет со вторыми двумя длинными срезами, сторонами. И по нижнему срезу, по короткому, также необходимо будет прострочить на сантиметр, но оставить небольшое отверстие. Впоследствии через это отверстие мы вывернем одеяло на лицевую сторону и аккуратно застрочим ее. Срезы стачиваем на 1 см от края. И прием тот же. Просто немного надавливаем и помогаем при необходимости перемещать изделие. Настрочили слой вязи и оставили отверстие. А теперь аккуратно вывернем одеяло на лицевую сторону. Вывернули одеяло. Все получилось очень красиво и аккуратно. А теперь нам остается закрыть только отверстие. Срезы можно подогнуть вовнутрь, закрепить и дать строчку на 1 мм прямо по сгибу. А можно пройтись по тайными невидимыми стежками вручную. Для того, чтобы закрыть срезы вручную, вам необходимо заправить нитку. Можно одинарную, либо двойную. Сделать узелок. И завести узелок вовнутрь. А затем заправить оба среза во внутреннюю сторону. И двигаться змейкой. Это означает, подцепляем буквально 1 мм с одной стороны, с одного среза. И 1 мм одну-две нитки с другой стороны. И продолжаем так же двигаться. Подцепили с одной стороны совсем немного и с другой. Желательно подцеплять ткань не по сгибу, а чуть-чуть глубже. Для того, чтобы этого шва не было видно. В заключение делаем узелок. И наше одеяло на этом будет готово. Вот и все. Наше одеяльце готово. Обязательно шейте его. Как видите, все очень просто. Самое главное не сдаваться и запастись немного терпением. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. И нажимайте на колокольчик, для того, чтобы получать уведомления о новых видео. На мне сегодня было платье из коллекции нового видеокурса. Мусульманская одежда. Совсем скоро он выйдет в свет и будет доступен. В этот курс я включила все ваши пожелания. Поэтому он будет очень объемным и, я надеюсь, полезным. Ну а пока доступен мой видеокурс по женской одежде. В нем вы научитесь шить юбки, брюки, платья, рубашки. Этот курс великолепно подходит для новичков. Если вы никогда не шили и не имеете никаких навыков, то этот курс как раз для вас. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Я желаю вам успешного дня. До встречи. Пока.